МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнительную прибыль планируют направить на софинансирование зарплаты педагогов, работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, на социальные выплаты молодым семьям и оснащение образовательных организаций. 244 миллиона дополнительного дохода бюджета УФы – это увеличение ассигнований из республиканской казны. Также настоящим решением власти изменения счастья увеличения объема собственных доходов в 2016 год в сумме 496 миллионов рублей, которые будут направлены на расходы бюджета, на выплаты зарплаты учреждениями социальной сферы, управление комитетом 195 миллионов рублей и на муниципальные задания учреждений по благоустройству районов, а также на оплату коммунальных услуг, учреждениями социальной сферы и погашения кредитовской задолженности. В правительстве России принято решение не проводить приватизацию башнефти в этом году, а перенести ее на более поздний срок. Такую информацию озвучила пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. На этом фоне сегодня на открытии московской биржи ценные бумаги компании просели сразу на 15,3 процента до 2600 до 154 рублей за акцию, привилегированные почти на 7 процентов до 1833. Сейчас падение скорректировалось до 9,5 и почти 2 процентов соответственно. По оценке экспертов, среди причин перенос продажи башнефти многочисленные споры о сделке и соответствующие обращения главы республики к президенту страны. Ранее продажа актива планировалась на сентябрь-октябрь и должна была стать одной из крупнейших сделок года. Напомню, по оценке Эрнст Энт Янг контрольный пакет акции нефтяной компании, предлагаемые к продаже, стоит 306 миллиардов рублей или 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Башкирия продавать свою долю в 25 процентов не собиралась, хотя такие предложения на днях озвучивал Татнефтегаз. Письмо с такой просьбой направил в адрес президента страны вице-президент компании из Татарстана. Показатель динамики объема промышленного производства в республике за полгода вырос на 1 процент. По России этот показатель в три раза меньше. В частности, согласно данным Башстата, обработка древесины увеличилась на 37 процентов. От 16 до 22 процентов выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, кожи и обуви, а также металлургии. Увеличились также объемы в целлюлозно-бумажном производстве и электрооборудовании от 7 до 10 процентов. Производство и распределение газа увеличилось почти на 2 процента. Добыча ископаемых выросла за полгода на 0,2 процента. Сократились объемы в текстильном и швейном производствах на 9,7, выпуск нефтепродуктов на полтора, пищевых продуктов на 0,7 процента. Производство неметаллических минеральных продуктов сократилось на 17 процентов. Отмечу, что у ближайших соседей показатель лучше, чем у нашей республики, только у Татарстана. Здесь индекс производства за полгода увеличился на 3,3 процента. Оренбургская область показывает спад почти на 7 процентов. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Доллар и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской вырос на 4 копейки и оценивается в 63 рубля 99 копеек. Европейская валюта подорожала на 11 копеек 72,08. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка долларов в Тимербанке за 63,94, продажа в банке Камский Горизонт за 64,15. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в БКС банке за 72 рубля ровно. Кредитная организация взимает комиссию до 2 процентов за обменную операцию. По продаже также в Камском Горизонте за 72,15. Питерский банк БФА присоединят к Уралсибу. Процесс может занять около 9 месяцев. До сих пор в российском банковском секторе не было прецедента с присоединением здоровой кредитной организации к банку, находящемуся в стадии санации. Ранее банки объединили сети своих банкоматов. По мнению экспертов, которые приводят Каммерсант, главная причина объединения на базе Уралсиба в том, что это крупный федеральный участник рынка, а БФА-банк региональный и целесообразно делать ставку на развитие более крупного игрока. Другой причиной аналитики указывают возможность при санации нарушать некоторые нормативы работы организации, что невозможно для здорового банка. Впервые БФА-банк объявил о сотрудничестве с Уралсибом в составе банковской группы еще 9 марта. Помимо них в группу входит Башпромбанк. БФА-банк усилит позиции банка как системообразующего российского финансового института. Откроет новые возможности для развития бизнеса и формирования более управляемых прозрачных структур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова